В США, в крохотном городке Панкстоун, в штате Пенсильвания, сегодня отмечают День Сурка. Уже более ста лет так определяют время наступления весны. Кстати, эта традиция зародилась в средневековой Германии. Своеобразными барометрами в те времена служили ежи и медведи. День Сурка сегодня скорее день традиции, ведь предсказаний грызуна сбывается лишь в 30% случаев. Тем не менее, пенсильванский сурок Филл остается любимцем тысяч людей. Любовь к грызунам распространяется и на других его сородичей по всему миру, в том числе и четинских. Маленькие грызуны не требуют много места, времени и финансовых затрат. При этом они ласковые и веселые, и всегда могут поднять настроение своим хозяевам. Поэтому все больше людей выбирают их в качестве домашних животных. В старейшем в Чите, зоомагазине «Мотылек» знают о в особенностях грызунов практически все. Животных привозят из краснодарского питомника. У каждого малыша есть ветеринарная справка. В семью они попадают уже совсем ручными. Здесь о животных нежно заботятся. Для морских свинок, хорьков и хомячков в магазине есть специальные домики, которые могут стать и ярким украшением квартиры. Уютные норки, качели для грызунов и даже мини-кафе, куда можно положить корм и налить воду. Получается целый город. Миниатюрный цирк – идеальное жилище для двух и более хомячков. Пока один крутится в барабане, другой шустро забирается под купол цирка. Домики и корм для животных заказывают в Германии, Италии, Бельгии и других европейских странах. Сотрудники зоомагазина обязательно подскажут, чем кормить грызунов. Упаковки с едой, витаминными добавками и лакомством для них здесь занимают чуть ли не половину полок. Сурков в магазине для животных не купишь. Чтобы познакомиться с ними, нужно посетить зоопарк. Предсказывать наступление предстоящей весны местные монгольские сурки или, как их еще называют, тарбаганы, не умеют. В этих условиях они даже не впадают в спячку, хотя и менее подвижны, чем в теплое время года. Наши сурки примет не знают, но они знают прекрасно, что их всегда накормят, напоят человек и погладят за ушком. А мне от этого получают удовольствие. Монгольские сурки занесены в Красную книгу. Сегодня они охраняются в Даурском заповеднике. И по наблюдениям специалистов, за два года поголовье тарбаганов выросло почти в два раза. В России тоже есть свой день сурка, 14 марта, на Святую Евдокию. В этот день сурки выходят из своих норок и громким свистом возвещают о начале весны. По приметам этого дня в России определяли, каким будет лето. В отличие от сурков, медведи в зоопарке нынешней зимой впали в спячку. Причем за последние 10 лет впервые. Сотрудники зоопарка говорят, что обычно они находятся в полусонном состоянии. И вот у дачи, именно сегодня мишки проснулись. Их пробуждение и стало для нас предвестником весны. Екатерина Станиславская, Сергей Рычков. Время новостей.